Меня зовут Оля. На Тавале я первый раз, и здесь я волонтёр. Мне нравится. В волонтёрстве я нахожу даже какой-то отдельный для себя, ну, грубо говоря, мастер-класс. Сегодня я работала, но параллельно мне удалось постить два мастер-класса. Ланько Владимир вёл этот мастер-класс. Какой вы садовник. Активизация внутренних ресурсов, уверенности в себе и умение заботиться. Кстати, этот мастер-класс посоветовала мне сама Татьяна Путятина. Я к ней подошла, чтобы посоветовать, она мне посоветовала мастера. Ну, в принципе, мне понравилось. С созданием было закрыть глаза и представить себе сад, свой сад. Ну, у каждого он был свой. У меня был светлый, зелёный, с большим количеством деревьев, плодов. И также, кроме деревьев, там были растения типа арбуза. Очень люблю арбузы. Но мне было сложно удерживать эту картинку. И она часто сменялась каким-то таким вообще неприглядным, холодным местом. Меня это, грубо говоря, расстроило, даже плакало. Из-за того, что мне не удавалось удерживать эту картинку. Ну, в этом мастер-классе мне, помимо того, что сам тренер хотел дать, было ещё интересно, как мне через то, что у меня происходило в голове, лучше понять себя. Но, правда, над этим я буду работать ещё много дней, ещё после фестиваля, возвращаться к этому, анализировать и продумывать. То есть результат будет ещё в будущем. Вот. Второй мастер-класс у Анастасии Григорович. Ну, главная причина, почему я к ней пошла, потому что она мне очень нравится как человек. Для меня очень важным фактором выбора тренера является вот именно то, как он мне нравится как человек. Сегодня на одной из линеек мастер предлагал мастер-класс о том, как зарабатывать деньги. Для меня это сейчас очень актуально. Но вот как-то меня к нему не тянет, потому что он так неуверенно об этом говорит. Хотя как-нибудь, наверное, если будет возможность, я к нему ещё схожу. У Анастасии Григорович сегодня была тема мастер-класса. Ну, она так быстро рассказывала. Кто-то ещё был у неё? Или к ним не нужно говорить? Она так быстро рассказывала. Мне даже сложно было всё воспринимать. Но интересно, что интересно у неё вот сейчас, мне больше всего вспоминается, а, грубо говоря, уменьшение и увеличение своего эфирного тела в общении с другими людьми. Интересно, это тоже я ещё буду осмысливать. Вот сейчас мне сложно об этом рассказать, потому что это, например, сегодня вечером или завтра, когда у меня будет свободное время, я это ещё буду обдумывать, вспоминать, как-то практиковать. Даже вот мне будет проще об этом рассказать через какое-то время. Сейчас в конце дня состояние удовлетворительное, я бы сказала. Хочется побыть одной, подумать, даже, скажем так, ни о чём не подумать какое-то время, а потом, если появится желание, повспоминать, поанализировать и подумать обо всём, что было, и обо всём, что будет на тот момент, когда я этим буду заниматься. Всё, наверное. Спасибо.